В микрорайоне Снежный в День знаний торжественно открыли новую школу «Детский сад». Это образовательное учреждение стало первой школой, построенной в Магадане за последние несколько десятилетий. Новый адрес – улица Майская, 22-Б. На школьный праздник собрались жители микрорайона, учителя, ребята, их родители и все строители, которые усердно трудились над возведением здания. Собравшихся также поприветствовали губернатор региона Сергей Носов и мэр областного центра Юрий Гришан. Я еще раз всех поздравляю с этим праздником. Особенно хочу вручить цветы Екатерине Игоревне, директору школы. Коллектив у вас молодой. Я думаю, вы все поддержите и будете поддерживать. Вам успехов в новом здании, новых традиций, новых успехов. Яркое, современное и комфортное здание полностью готово к образовательному процессу. Оно состоит из двух блоков – учебного и спортивного. К ним пристроены детский сад и пищеплог. Также предусмотрены библиотека, медицинский кабинет. Строительство велось в рамках реализации национального проекта образования. Я не зря сказал, что есть школа, есть жизнь в поселке. Нет школы, все считает, что поселок завтра закроется. И вот в 2015 году, когда меня избрали на должность главы муниципального образования, у меня в предвыборных обещаниях было написано, что школу мы сделаем. И мы активно начали проектировать. Мы выбирали строительную площадку. Вот именно на этом месте должна была быть построена школа на 620 детей. Такой огромный был раньше поселок. Сейчас 50 плюс 30, но мы ее обязаны были сделать, потому что начальная школа, я не хотел еще один автобус и возить этих малюток в школу. Здесь мороз 40 градусов, это большие проблемы. Поэтому решили построить по проекту начальная школа детский сад. По словам подрядчика, было очень много факторов, которые задерживали строительство. Один из самых масштабных – это, конечно, непогода. И если бы в последние дни лета шли сильные дожди, то это могло бы повлиять на своевременную сдачу объекта к 1 сентября. Но, к счастью, уже выполнили все работы для успешного и благоприятного обучения детей. Однако после того, как включат отопление, рабочие еще раз проверят всю систему. Кроме этого, в подвале также собираются нанести завершающие штрихи, а именно докрасить стены. 1 сентября у нас были, конечно, подозрения, что не сдадим. Но последнюю неделю работали просто круглосуточно. Спасибо огромное всем строителям, всем подрядчикам, подрядчикам, те, которые были с нами в это тяжелое, трудное время. Доделать вот эту школу. Очень, конечно, теперь уже рады о том, что школа все-таки готова. Многие, как говорится, говорили о том, что школу не сдадите. Но всеми силами, усилиями. И Сергей Константинович Носов, непосредственно, который чуть ли не каждый день приезжал сюда. Юрий Федорович Гришан, который здесь тоже с нами был, находился постоянно. В общем, всеми усилиями совместными мы сделали. И вот эта красавица сегодня, 1 сентября, в день, как говорится, знаний, вручаем ключ для открытия этой школы. Помимо того, что построили новую школу, в микрорайоне Снежный активно занимаются благоустройством. По словам Юрия Федоровича, все должно быть гармонично. То есть новая школа, а вокруг разрушенная дорога, не может быть совместима. Поэтому уже сделали асфальтирование на Майской, фасад дома культуры, отсыпали территорию, где болото. Также в следующем году недалеко от школы будет новое и большое футбольное поле.